Эту историю кинорежиссер и продюсер Юрий Яшников узнал случайно. В интернете наткнулся на интервью бодайбинского золотопромышленника Вадима Туманова. Именно по его приглашению в июне 76-го в Иркутск прилетел Владимир Высоцкий. Это были потрясающе насыщенные события несколько дней. Наша кинокомпания стала искать автора режиссера, который мог бы взяться за эту тему и сделать документальный фильм. И таким автором стал наш земляк, отучившийся в Москве, Павел Скоробогатов. Сейчас мы вместе с ним работаем над фильмом «Дядя Володя». И началась работа над фильмом под тем углом зрения. Мы хотели бы осветить именно приезд Высоцкого в наш город, в нашу область. А позже оказалось, что гораздо больше мы о нем можем сказать такого, что еще не звучало ни в документальном киноотечественном, ни в телевизионных передачах. В общем, в фильме будут уникальные вещи. Как раз после этого путешествия в репертуаре Высоцкого и появилась песня про Бадайбо. Авторы фильма полгода добивались встречи с Вадимом Тумановым. И уже при личном разговоре друг Владимира Высоцкого поведал много любопытных деталей. Как артист побывал на Байкале и посетил Нижнеудинск. Работу над фильмом «Дядя Володя» планируют закончить в следующем году. «В его книге «Черная свеча» там ничего придуманного, там тоже много еще не записанного». Кстати, началось это путешествие с Иркутска. Гостил Высоцкий и у своего друга, журналиста и писателя Леонида Манчинского. Тогда же он выступил для иркутян на балконе вот этой четырехэтажки на улице сибирских партизан. В один из вечеров состоялся импровизированный концерт вот на этом самом балконе на четвертом этаже. И есть интересная история, которую рассказывали жители этого дома, что они были вот с этой стороны в парке, отдыхали и не предполагали, что может быть Высоцкий именно здесь, в Иркутске. Потому что один из них как раз слушал музыку Высоцкого и услышал о том, что мелодию повторяет настоящий голос, но, как говорится, в офлайне. — Алексей, я слышал про импровизированный концерт в «Чистых ключах». Что это было за концерт и вообще был ли он? — Да, он действительно выступал в «Чистых ключах» перед курсантами, то есть перед теми, ну, на сожалению, сейчас нет уже там воинской части, да. И надо сказать, что в конце 90-х годов вот именно на доме была установлена мемориальная доска. Единственное, что здесь сделали ошибку фактическую. Здесь написали в июле 76-го года, а Владимир Семенович был в июне. Он был здесь в середине, то есть, соответственно, месяц ошибся. Ну, я думаю, что Владимир Семенович не обидится, тем более, что мы пришли к нему с цветами, не с пустыми руками. 25 июля, в день 40-й годовщины со дня смерти Владимира Высоцкого, пройдет марафон «Без Высоцкого 40.38». Подобную акцию придумали еще в прошлом году в честь Иосифа Бродского. Позже ее запустили в память о Евгении Евтушенко. А уже завтра, возле знаменитого дома, где гостил Высоцкий, преданные поклонники соберутся в 8 утра и исполнят любимые песни или прочтут стихи. Присоединиться может каждый желающий из любой точки Иркутской области в онлайн-формате. Ну, мы считаем, что мы надо вспоминать хороших людей, и поэтому завтра, 25 июля, любой иркутянин или вообще житель Иркутской области может почитать Высоцкого или спеть его песню под гитару. И обязательно в конце поставить хэштег «Без Высоцкого 40, нижнее подчеркивание 38». 40 лет без Высоцкого, 38-й регион. И мы надеемся, что Иркутянин нас поддержит, и мы вспомним Владимира Семеновича Высоцкого. Александр Гаврилов, Константин Синицын, Аист ТВ.